Итак, всем привет! Сегодня мы поговорим про плитирки в отношениях с турком. Я расскажу секретик, почему это происходит. Очень у многих это происходит. И хочется на этом акцентировать внимание. Да, разность менталитетов и культуры — это не только с турками, а вообще, если вы в отношениях с каким-либо иностранцем, с каким-либо человеком, может быть, и в вашей стране, да, на другом, может, он суперрелигиозный, другая, кардинально отличающаяся от вашей религии, религия повлияла на его воспитание, на его культуру, на его качества какие-то. В общем, мы, короче говоря, разные люди, разное к чему-то отношение сформированное уже. И вот эти плитирки, ну, я буду на примере турок, это ко всем принципианциям, да, можно отнести. Ну, вот восточные мужчины, не только турки, я думаю, и арабы в том числе, вот эти все восточные культуры. Проблема такая, очень часто здесь вижу, когда знакомятся, перевозят, женятся на иностранке, да, понимают, да, иностранка, будут проблемы, это дорого, документы всякие оформляются, она там первое время не может работать и так далее, очень много всяких нюансов, да. Как правило, когда ты разговариваешь с человеком, говорит, да, я это все понимаю, я все осознаю, да, 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 я знал, на что я шел. Также девушка в свою очередь говорит, да, я понимала, будет трудно, все там другое, я готова открыто к новому, готова обучаться, там, принимать в себя новую культуру, в общем, сливаться с ней, короче, все окей. И когда доходят до отношений межличностных, семейных, они начнут с притирка после свадьбы, или когда начнут вместе жить, неважно, это, конечно, в бытовухе проявляется, но на самом деле, конечно, уровень бытовой, это только показатель, а все происходит на внутреннем эмоциональном моменте. Каким бы иностранцам вы не встречались, или какой бы турок, с какой иностранкой, с какой страны не жил, я просто знаю, для примера, у меня есть сосед итальянец, и жена у него турчанка. Он здесь уже живет 15 или 20 лет, очень давно. Он говорит прекрасно, но все равно у него остается немножко, немножко, чуть-чуть итальянский акцент, он выглядит как итальянец, он даже себе подводит карандашиком в черном смоке глаза, такой мачо такой, с хвостиком, в шляпе гоняет, ну, короче, такой прикольный чувак, кстати, очень хороший чувак. А вот он очень уже как турок, но он все равно итальянец. Я с его женой общалась, они были раньше в моем старом доме, соседи наши. Затем я знаю турчанку, опять же, которая в отношениях с парнем афроамериканцем здесь, тоже она на районе живет. Ну, у нас в семье есть иностранцев, в принципе, у нас есть греки тоже. Ну, в общем, короче говоря, вот это про общение интернациональное и про турецкий менталитет. Я вот это, общаясь с ними, заметила историю. Мы все равно, неважно где живем, с кем общаемся, избранник из какой страны культура, мы все равно автоматически, стереотипно ждем от него действий, которые были с мужчинами в нашей стране. Также он ждет от тебя поведение автоматически, понимая, что ты иностранка принимает, как вела бы себя турчанка. То есть мы как, мы ждем цветы на 8 марта, на день рождения, важность нового года, подарки какие-то знаковые, да. Что еще? Ну, это из первого, да, чем девочки обычно придирают. Цветов мало дарят или там не всех семей в Турции приняты, из-за того дарят цветы, из-за того не дарят вообще, по-разному бывает, да. Или там мужчины не плачут, в себе все держат, да. У нас больше так, мужчины такие серьезные, собранные, турок может поплакать, попсиховать, да. Это другая реакция будет. В общем, определенное ожидание, мы все равно накладываем это на свое, что у нас. И я тоже точно так же, по сути, не, прям вот эти пункты, которые причисляла, я вообще, да, ожидание у меня тоже такое было хуже, что он будет, как наши мужики все делают. И у меня другого же нет в голове, другим не сталкивалось. В свою очередь, проблемы здесь терки какие, он ждет, что ты будешь как турчанка. Ты знаешь, где промолчать, а где сказать. Ты знаешь, как себя вести с его родителями, что уместно сказать, что уместно сделать, а что неуместно. Главное в Турции, на самом деле, у женщины грамотно промолчать, а потом, когда надо, об этом вспомнить, например, какой-то теме, да. Не напрямую никогда здесь нельзя, да, в лоб, это некрасиво, это грубо, это невоспитано. И в женщине эта тонкость ценится, да. Когда ты лучше промолчи, ничего не скажи. Там, где надо, ты потом шпилечку свою вставишь, да, там. Вы даже по сериалам турецким можете видеть. Напрямую, напропалую в лоб, вообще это очень некультурно, да. И вот эти конфликты бытовые и всякие прочие, на вот этом рушатся очень многие отношения. Это очень может долго длиться, несколько лет. И вот пока ты здесь не поживёшь, не впитаешь и не врубишь, и что это не твой мужик неправильный, а все вокруг так живут и так. То есть ты должен войти в это и понять, что все так себя ведут, все так реагируют. И ты как бы со своим уставом в монастырь тут ничего не переделаешь. Так и до вашего партнёра должно дойти, что вы не турчанка и не те отношения, опыт, который у него был до этого. Если этого не было, то вы не его мама, в конце концов. Вы не ведёте себя так. И ожидания вот эти. Поэтому в конфликтах турки очень обидчивые, долго хранят молчание, могут годами, знаете, я бы сказала, не разговаривать с родственниками, если обиделись, прям принципиальные такие. Они могут быть нервными, истеричными, кричать эмоциональными, могут быть плаксивыми. Турецкие мужчины могут плакать и ныть. Это тоже и по сериалам, и по каким-то там курортным романам, можете знать, да, когда мужчина много говорит о любви, они такие эмоционально открытые. Может реветь, не сдерживать слезы, может кто-то сдерживать. Только есть выпивающие, поругался, пошёл, побухал. Такое тоже здесь есть, да, там виски, рак или пиво и так далее. Здесь вопрос такой, что у тебя есть определённые стереотипы и ожидания, и они обрушиваются, да, они не подтверждаются. И ты в шоке, ты не знаешь, как себя вести, что делать. Возникают конфликты. И у вашей половинки, у вашего мужчины точно так же. Как себя вести в такие моменты, на чём нужно стоять? Вот я для женщин сразу говорю. Каждый раз, когда вы чувствуете, что ваш мужчина вас недопонимает, что в разговоре, в конфликте вы чувствуете, что он от вас ожидал другой реакции, что вы не поступили не так как-то, и он вам какой-то свой стереотип представления о женщине турецкой вам навязываешь, как ты должна себя вести, как ты должна одеваться, там, не знаю, смотреть, сидеть, там ещё что-то делать, в конфликте себя вести и так далее, претензии какие-то. Всегда чётко говорите, я не турчанка, я не как, ну, лучше не говорить в личностях, типа твоя бывшая, или как твоя мать, или как твоя тётка, нет, я не такая, меня воспитали по-другому. Если он вас слышит, воспринимает информацию, можно сказать, как вас воспитали, немножко другой пример рассказать. Вы можете вот эту стену непонимания ломить только, вот знаете, как дятел бить, 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 бить в одно, в кусок дерева, да, дупло пробивать. Свет будет, поверьте, всегда говорить, я не такая, у нас по-другому, напоминайте всегда ему об этом. Турки очень эмоциональны или обидчивы, ну, обиды у них как способ манипуляции, с детства привет, но в любом случае надо долбить, постоянно напоминать об этом, он уже просто зазубрит, выучит и отстанет от вас с такой претензией, а ты не как-то моя мама, не как-то моя тётя, моя бывшая, да, блин, потому что я не они, у меня вообще в культуре, в моей поведении, по-другому это воспитано. Сидим вот на этой позиции всегда. Также по отношению к своему, моему мужчине. Это не ваши бывшие, это не ваш папа, как у вас в семье принято. Например, я тоже такое слышала парочку, мой муж турок, ни черта по дому делать не умеет, руки вообще не с того места, если что-то надо, это мне надо искать ремонтника, звонить, там люстру провесить, гардину прикрутить, дрели у нас дома нет и всего такого. Не так, как у меня папа или как у меня брат, у нас в семье вообще по-другому было. Мама только папе намекнула, папа бежит, сидел, папа вообще рукастый, вообще золото, а муж у меня говно. Такое бывает, я знаю, кстати, турки есть рукастые, которые все сами и с инструментами, все у них в порядке, все они умеют делать. Здесь этого просто такого мужского типа починить, поколотить и все прочее, гораздо меньше, чем в России, это не какой-то культ, здесь с этим проще. Но вот это тоже определенный стереотип, который мы применяем к своему супругу или спутнику и можем быть недовольны этим, да, как какую-то придяву держать. Не надо этого делать, все люди разные, здесь, да, в стране другое к этому отношение, это просто такой частный пример может быть. Никогда не забывайте просить прощения после конфликтов, это очень важно, чтобы у вас сохранялись партнерские отношения, чтобы у вас слышали, чтобы у вас не было обидка, нападка, агрессия, друг к дружку накидываемся, атакуемся, кусаемся, кусаемся, расходимся по углам. Чтобы мы друг друга слышали, у нас была возможность диалога с моим мужчиной, не зазорно попросить прощения, не то, что не зазорно, вообще я считаю, что я не прав там, или я не права, подняла голос на тебя, грубо разговаривала, хотела тебе такие слова, использовала, сделала тебе больно, извини меня за это, когда уже помиримся, да, после, это удел сильных на самом деле просить прощения. Турки очень трудно просят прощения, вот эта принципиальность и обидчивость их, она им здесь наступает на горло в этой ситуации, признать свою ошибку очень трудно. У меня у подружки муж адекватный, нормальный мужик, сильно там они никогда не ругались, но при тирке, как у всех у них были, и она говорит, мы, говорит, из-за какого-нибудь ерунды поспорили, там, поругались характерами, там, не зашлись в каком-то каких-то взглядах. Она говорит, я, говорит, отошла, все в порядке, он, говорит, три дня может ходить дуться, даже если он сам был неправ, ну, как бы, привет, пока, общаемся, там, все окей, ну, напряженка чувствуется еще постконфликтная. Три дня. Он, говорит, накосячил, по итогу признал, да, я был неправ, ну, условно, там, какой-то же спор в споре, и, говорит, не идет на контакт, я, говорит, заколеплюсь, что, говорит, за дела-то. Потом она его раскусила, что ему было стремно, стыдно три дня признать до конца свою ошибку и подойти после конфликта извиниться за то, что вот этот конфликт произошел. Просто, говорит, я, да, был, как он, знаете, в конфликте, он говорит, да, я был неправ, но потом, говорит, слушай, извини, мы там ругались, ну, не надо было вообще все это, вот это должно быть в отношениях, обязательно. Закрыть конфликт, поставить точку извинения, потому что в любом конфликте две стороны всегда 50 на 50, и вы вдвоем должны, ну, не должны, окей, ну, желательно бы было извиниться, потому что каждый, вступая в какой-то спор и конфликт, мог этого не делать и не там. Конечно, один кто-то прав, кто-то нет, но, в общем, короче говоря, чтобы у вас сохранялся диалог с партнером, и вы слышали друг друга, а не закидывали только обвинениями, неприятными ощущениями, эмоциями, высказывали свои претензии и обиды, для этого надо просить прощения, учиться это делать. Не будете делать, вы погрязнете в обвинениях, и ваш брак, ваш союз развалится, или вы будете жить, у таких очень, к сожалению, здесь много, кто живет и конфликтует и с роднёй, и с мужем турком, и вообще блок получается на принятие культуры, ассимиляцию здесь, и всё плохо, всё не так, и это видно везде. И всю жизнь продукты не те, кухня не та, дома было лучше, дети идут в садики в школы, садики не те, учителя не те, памперсы не те, пюрешки не те, всё не нравится человеку. И всегда вся суть-то в семье, в их отношениях, если у тебя нормальные с партнёром отношения, вы перешли эти тёрки там и понимаете друг друга, да тебе наплевать будет на всё вокруг, у тебя есть поддержка дома, в семье, у вас будет всё хорошо, и тебе пюрешки не те, если я у тебя могу там сама там что-то приготовить. Всегда эти сезонные фрукты есть, чем ребёнка накормить, да, про витамины, если говорим. Не те врачи стрёмные какие-то, плохие, да, есть проблемы, они так сейчас везде так, честно говоря, в России точно так же практически. Нет денег, ты не можешь лечиться. Здесь точно так же, ну вот, другие есть, можно в интернете, то есть человек больше видит позитивы, какие-то альтернативы, не на всё так реагирует и так далее. Так что выходите на диалог обязательно со своим партнёром, не ждите от него реакции стереотипного поведения, как было поведением мужчин в вашей стране. Культур другая, воспитание другое, это очень сильно отпечаток даёт, и первое время ваши претензии, это будет просто не человек чуть не то делает, а ваши разочарования и не оправдавшиеся ваши ожидания и надежды какие-то, стереотипы, под которые он не подошёл. Спасибо вам за внимание, что знаете по этой теме, пишите в комментариях, пообсуждаем, мне очень интересно. Я все комментарии всегда читаю, но, к сожалению, не на все у меня остаётся возможности отвечать текстом, но читаю все, потому что у меня и по другими видео тоже параллельно тут комментарии, я не могу всем-всё везде отвечать, в старом видео тоже. Если вам нужна моя консультация психологическая, в инфобоксе под видео моя почта, пишите на почту, я отвечу на ваши вопросы, договоримся о стоимости и встретимся в скайпе. Спасибо за внимание, всем пока!